Все видят прекрасно, что сейчас ходит зимний асфальт, так сказать, наступает сезон, когда мы начинаем пробивать колеса в своих машинах, то есть ям довольно-таки много, но нет пока момента для наступления благоприятных условий для того, чтобы начать выполнять ямочный ремонт, потому что есть определенная технология производства, которой мы обязаны придерживаться. Соответственно, предписания, они тоже есть, это текущая работа и ГИБДД, с нашей стороны тоже определенные предписания выписываются подрядным организациям, и уже сейчас мы начинаем работы для поддержания уличной дорожной сети в более-менее нормативном состоянии до начала мая, для того, чтобы начать уже выполнять ямочный ремонт. С понедельника ездит наша техника и подсыпает ямы щебнем, потому что других вариантов сейчас никаких нет, пока у нас минусовая температура, пока лужа, асфальт мы делать не сможем, а ямочный ремонт уже выполнять необходимо. Объем довольно-таки требуется большой, но контрактом заложено у нас в настоящий момент порядка 12 тысяч квадратных метров ямочного ремонта с разделки, и уже, скорее всего, с конца апреля, с начала мая мы будем начинать выполнять ямочный ремонт по центральным улицам, по автобусным маршрутам, но, естественно, постараемся закрыть максимум больших ям для того, чтобы наши водители могли беспрепятственно передвигаться по уличной дорожной сети нашего города. Также хочу сказать, что с конца мая, с начала июня начнется уже работа по асфальтированию уличной дорожной сети по улице Арбузова, это пересечение от улицы Чехова практически до центральной площади, это плановая работа комплексная, которая у нас ведется уже второй год по этому участку, и эту работу мы будем продолжать. Соответственно, эти работы будут вестись параллельно, и с старым асфальтом, который мы будем снимать с улицы Арбузова, естественно, мы будем работать и с частным сектором, потому что у нас проблемы по дорогам не только с совершенственным покрытием и с асфальтом, еще много проблем у нас и по частному сектору. Уже сейчас люди, зная опыт прошлого года, уже сейчас люди обращаются, оставляют письменные заявления для того, чтобы мы могли удовлетворить их потребности в обеспечении качественного, спокойного проезда к их жилым помещениям. Николай Владимирович, что касается гарантийных обязательств по ямочному ремонту прошлого года, они будут устраняться, вот то, что наделали в прошлом году? Естественно, у нас, смотрите, что касается ямочного ремонта прошлого года, во-первых, у нас велась большая претензионная работа и по прошлому году, и политика нашей компании, управления городского хозяйства, администрации города была в том, чтобы работы выполнены некачественно на тот промежуток времени, не оплачивать в принципе, потому что ям было много, и был шанс, что асфальт бы простоял до этого сезона. Видите, что несоблюдение технологий ведет к тому, что асфальт сходит вместе с снегом. Все гарантийные обязательства будут выполнены обязательно по порядке в полном объеме. Те объемы, которые не оплачены, естественно, гарантийным обязательствам, они не подлежат, и в этом году будем повторять ремонтировать эти участки. Но в любом случае, уже сейчас распоряжением главы города создана комиссия, которая после того, как немного дороги подсохнут, пройдет по всем дорогам улицы города, поставит все схемы и картограммы прошлогодние, и, соответственно, мы готовим уже списки претензионные для исправления тех участков уличной дорожной сети, которые были выполнены в прошлом году, и, соответственно, готовим уже план схемы для реализации мероприятий текущего года. А кто определял объемы и участки дорожной сети, которая в этом году будет выполняться в рамках ямочного ремонта? Работать будет комиссия, она создана совместно с представителями общественности и инвалидов, и ГИБДД, соответственно, мы пройдем. И в первую очередь определим участки, которые нужны первостепенно. Но чаще всего по опыту прошлых лет это у нас, естественно, автобусные маршруты, потому что самое главное – это безопасное передвижение жителей по территории города. Продолжение следует... Продолжение следует...